Сегодня у Любови Волкода в смена с 8 утра до 6 вечера. Правда не в группе с детьми, а на посту охраны. Пока детский сад работает в ограниченном режиме, а штатный охранник на больничном, его функции возле монитора выполняют помощники воспитателей. Так как вся территория оборудана видеонаблюдением, то ничего сложного. Но все равно лучше бы к детям. Там контакт с детьми идет. Больше, получается, с детьми общение. А здесь, по большей части, проверяешь, сидишь на тушу, монитор. Росинка рассчитана на 300 детей. Сейчас принимают всего лишь 50. В таком режиме работают все детские сады региона. И везде мнение одно. Скорее бы все ограничения закончились. Пока мы работаем до 15 сентября в режиме дежурной группы. При этом подготовка идет к новому сезону? Конечно, обязательно. Мы прошли готовность. У нас была проверка. Мы прошли готовность к учебному году. У нас все без замечаний принято детский сад. Мы готовы принять детей. В школах же все начнется с 1 сентября. У первых и одиннадцатых классов будут линейки. Остальные же начнут учебный год не торжественно. В кабинетах. К началу готовились, как обычно. Немного не повезло школам, где были центры по приему ЕГЭ. Из-за всей ситуации сдача экзаменов затянулась до середины июля. Для подготовки осталось всего три недели. Но нужно знать педагогический коллектив, нужно знать персонал работы школы. Это люди, которые могут все. Поэтому подготовились на отлично. Колледжи и техникумы региона также готовились к началу. Например, в этом архитектура и строительство сделали пять новых мастерских. Деньги – 25 миллионов. Заработали сами, выиграв в прошлом году специальный грант. Кроме материально-технической базы улучшили и безопасность. В том числе и антиковидную. Закупили рециркуляторы. Мы сегодня закупили пирометры для измерения температуры. Мы сегодня готовы работать в любых условиях, которые сегодня поставит нам наше руководство. Будь это очное обучение, будь это обучение дистантное – мы готовы. Всего в регионе чуть больше двух тысяч образовательных организаций. На подготовку к учебному году потрачено около полутора миллиардов. Это деньги из бюджета всех уровней. Плюс собственные средства учреждений. Готовность системы образования области хорошая. Есть некоторые школы, некоторые садики, колледжи, где есть незначительные замечания, которые будут устранены к первому сентября. То есть они приняты с небольшими замечаниями. Интенсивно очень сейчас готовятся к тому, чтобы соблюсти все меры безопасности и принять детей первого сентября и студентов в очном режиме, что очень радостно. Ну и чтобы обеспечить безопасные условия учебы. Алексей Шипенков, Артур Рощупкин, АСТВ.